Я был уверен на чемпионате мира прошлого сезона, что он будет первым, но у него не получилось, потому что там появился Джеффри Баттл на льду после Жубера. И Брайан говорит, у меня не очень получилось с начала сезона, потому что у меня были проблемы с коньками, с ботинками. И, в общем-то, пока я их решил, я пропустил больше недели тренировок. Для этих новых коньков я, в общем-то, чувствовал себя не очень уверенно. И, в общем-то, сначала новые коньки появились, он прокатался на них неделю, потом говорит, нет, я буду менять их. В общем, много было проблем, в том числе была проблема у него, травма после финала Гран-при в Калии. Но, вроде как, все-таки он сейчас поменял свою произвольную программу, потому что я посчитал, что та прежняя произвольная программа, последняя из Магикан, она не подходит ему. И он сделал нечто новое оригинальное, но об этом мы еще поговорим. Ну, это говорит Брайан Жубер, что если ты начинаешь турнир, думая постоянно о каких-то проблемах, которые происходят в начале сезона, то лучше вообще остаться дома и не приезжать на турниры. Здесь я начинаю с нуля и, в общем-то, с хорошей базой, с хорошей подготовкой. Я себя хорошо чувствую физически, технически и у меня есть порох, так можно перевести его слова, чтобы здесь зажечь и хорошо выступить. За два дня до начала чемпионата Европы Брайан Жубер появился здесь в Хельсинки. Я чувствую себя хорошо, я чувствую себя физически, технически и у меня есть порох. В общем, на тренировках действительно он выглядел вполне уверенно и те проблемы, которые вы преследовали, не сказать, что они были особенно заметны. Но если говорить о его произвольной программе, то знаете, как он заявил за несколько недель до 5 Европы, он сказал, что мне надоело воплощать на льду какие-то образы. Я хочу быть самим собой, я хочу быть Брайаном Жубером, и я решил сделать произвольную программу, где просто, так скажем, изображать буду Брайана Жубера. Я думаю, это вообще очень такая серьезная проблема и проблема для большой дискуссии. Ну, в общем, я думаю...